Медики тогда уже могли определить симптомы, но причины болезни были неизвестны. Врачи пытались найти лечение, но безуспешно и те, у кого обнаруживался сахарный диабет, были обречены на гибель. Сегодня сахарный диабет входит в тройку самых распространенных видов заболеваний после онкологии и болезней сердца. Ежегодно число заболевших в мире увеличивается практически вдвое, но независимо от того, каков основной фактор, приведший к этой болезни, помочь больному можно всегда. О сахарном диабете поговорим сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, у нас в студии Галина Середина, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по эндокринологии. Заведующая эндокринологическим отделением, врач-эндокринолог Самарской клинической больницы имени Середавина. И у нас сегодня в гостях Надежда Вейнер, консультант управления фармацией и лекарственного обеспечения, Министерство здравоохранения Самарской области, кандидат медицинских наук. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько актуальна эта проблема для Самарской области? Вот в мире ежегодно статистика дает, что увеличивается количество больных вдвое, как у нас. В Самарской области на окончание 2014 года зарегистрировано 111,5 тысяч больных с сахарным диабетом. А 7 лет назад их число было меньше. За последние 7 лет число больных с сахарным диабетом в области увеличилось на 33 тысячи больных. То есть все-таки нарастание идет не теми темпами. Но однако, если мы проводим скрининговые исследования на предмет сахарного диабета, скрининг это обследование общей популяции по какой-либо причине, то число нарушений углеводного обмена, конечно, регистрируется гораздо больше. И реально, да, цифры больных с сахарным диабетом могли быть гораздо выше. То есть практически можно говорить о том, что в случае, если бы все население было обследовано, то действительно прирост больных с сахарным диабетом ежегодно удваивался. Но это касается в плане того, что неполная диагностика заболевания идет не только нашей страны, не только России. У нас как раз в отношении диагностики вопрос поставлен достаточно неплохо этого заболевания. И по данным Всемирной организации здравоохранения Россия занимает пятое место в мире по числу выявленных заболеваний сахарного диабета. Название такое приятное, скажем так, сахарный, да? Вроде бы ничего плохого в нашей жизни не ассоциируется с ним. Но тем не менее, давайте все-таки попробуем разобраться, что такое сахарный диабет, что это за заболевание. Классическое определение сахарного диабета, которое бытует у нашего населения, оно звучит так. Сахарный диабет — это повышение уровня сахара в крови. В принципе, это так оно и есть. Но чисто с медицинской точки зрения сахарный диабет — это целая группа метаболических заболеваний, которые сопровождаются в первую очередь хронической гипергликемией, то есть хроническим повышением уровня сахара в крови. И возникает это состояние либо ввиду полного отсутствия инсулина в организме человека, либо при его недостатке. Либо третий параметр — при отсутствии ответа тканей организма на инсулин. Иногда вот эти параметры, они сопряжены при определенных видах диабета. Кроме того, хроническая гипергликемия, то есть хроническое повышение уровня сахара в крови, оно влияет на практически все органы и системы организма. У сахарного диабета, в первую очередь, органами-мишенями становятся это глаза, почки, сердце, сосуды, нервы. То есть основные органы. Да, основные органы. То есть при наличии сахарного диабета, к сожалению, поражаются практически, еще раз говорю, все системы организма. То есть это не только повышенный сахар в крови. Какие симптомы, как вообще человек может почувствовать, что дело плохо и надо бы обследоваться? Что происходит с человеком? У нас существует два основных типа сахарного диабета. Сахарный диабет первого типа и сахарный диабет второго типа. Есть еще множество других подтипов сахарного диабета, которые возникают на фоне различных заболеваний, например, на фоне циррозы печени, на фоне хронического панкреатита, на фоне различных эндокринопатий, таких как заболевания щитовидной железы, например, акромегалия. То есть это те заболевания, при которых человек наблюдается все-таки у врача. И в данном случае выявление сахарного диабета происходит при очередном исследовании у врача. Но это редкие типы сахарного диабета. Сахарный диабет первого типа, который развивается у молодых, то есть у лиц, которые моложе 40 лет, его симптомы достаточно яркие, и, как правило, появившись, они не могут не обратить на себя внимания. В чем это проявляется? Это проявляется в том, что молодой человек или ребенок начинает много пить, много кушать, при этом терять массу тела. В дальнейшем присоединяется кожный зуд, снижение остроты зрения. И если на эти симптомы не обращать внимания, то в конечном итоге возникает состояние угнетения центральной нервной системы. То есть развивается состояние диабетического кетоацидоза. И что хочу сказать, что на сегодняшний день все-таки число больных, у которых сахарный диабет диагностируется, первого типа я имею в виду состояние диабетического кетоацидоза, оно все-таки лекомое. Оно все-таки снижается. Но самая основная группа пациентов — это сахарный диабет второго типа. Например, у нас, и, собственно говоря, во всем мире, эта группа пациентов занимает 95% от всей группы больных с сахарным диабетом. Вот тут ситуация в плане диагностики достаточно сложная. Почему мы постоянно говорим, что реальное число больных с сахарным диабетом гораздо выше, чем то, которое регистрируется? Это связано с тем, что заболевание начинается очень медленно, очень постепенно. И, к сожалению, зачастую оно диагностировается при плановом посещении врача. То есть по какой-либо причине пациент, например, страдающий артериальной гипертензией или ишемической болезнью сердца, сдает кровь на сахар. И выявляется повышенный уровень его. В этом случае диагностироваться зачастую с сахарным диабетом. Но, в принципе, какие симптомы для сахарного диабета второго типа? Они более сглажены, чем при сахарном диабете первого типа. Но постепенно человек отмечает те же самые симптомы в меньшей степени выраженности. Это сухость во рту, жажда, учащенная безболезненная муча и спускание, потеря массы тела, незначительная правда. Тоже может присоединиться кожный зод. Кому дается инвалидность при сахарном диабете? Ну, как правило, это пациенты с декомпенсированным течением заболевания, с тяжелым течением. И, к сожалению, бытует такое мнение, что пациенты, страдающие с сахарным диабетом, могут погибать от сахарного диабета. Они погибают, как правило, от осложнений. Поэтому при наличии уже осложнений, те, которые формируются в процессе неправильного образа жизни, невыполнение рекомендаций врача, о чем говорил Галина Ивановна, то есть когда поражаются органы мишени, соответственно, пациент уже начинает страдать заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, с прогрессированием этого процесса, возможно возникновение инсультов на фоне течения сахарного диабета. Поэтому пациент уже вовлекается в этот процесс, и есть основания для инвалидизации. Соответственно, ряд пациентов являются неинвалидами, но страдают с сахарным диабетом. Как правило, это работоспособное население. Соответственно, они продолжают работать, трудиться, соблюдая все необходимые рекомендации. И более тяжелая категория пациентов – это инвалиды, к сожалению. Я могу дополнить, что инвалидность по сахарному диабету дается в тех случаях, когда идет нарушение функции органов мишени при сахарном диабете. То есть на что влияет хроническая гипергликемия, хронически повышенный сахар крови? Как я уже говорила, это глаза, почки. Чисто по сахарному диабету, безусловно, если идет поражение сосудов глазного дна, снижается острота зрения, иногда, к сожалению, редко, правда, на сегодняшний день развивается слепота. Это, естественно, повод для признания лица инвалидом. Либо идет поражение сосудов почек, и развивается хроническая болезнь почек, которая в дальнейшем переходит в хроническую почечную недостаточность. Это тоже является поводом для освидетельствования больных для признания этого лица инвалидом. Либо поражение артерий и нервов нижних конечностей, когда развивается так называемый синдром диабетической стопы, то есть язва, поражение костных структур на ногах. И в данном случае иногда заканчивается, к сожалению, этот синдром ампутации нижней конечности. В этих случаях, да, безусловно, лицо, страдающее сахарным диабетом, признается инвалидом. Давайте сейчас поговорим о лечении. Но прежде, вместе с вами, хочу посмотреть, вместе с нашими зрителями сюжет. Он нашелся в нашем видеоархиве и, ну, по крайней мере, для меня вот несколько неожиданным был. Сейчас посмотрим и обсудим тогда с вами его. Врачи заметили, что при снижении веса у пациентов наблюдается ремиссия сахарного диабета. При хирургическом лечении ожирения у таких пациентов в подавляющем большинстве происходит полный отказ от всех сахаросодержащих препаратов, включая инсулин. Эффективность операции впечатляет. Большая часть пациентов выписывается из стационаров с нормальным уровнем сахара в крови. По поводу сахарного диабета, как я сказал, уже около года у нас опыт. Вот сейчас наш опыт первый был доложен на Международном конгрессе. Значит, было прооперировано 24 пациента. И полную ремиссию сахарного диабета мы получили в 87 процентах. Подобные операции уже выполняются в Москве, Санкт-Петербурге и еще пяти городах России. В Самарской области пока только в больнице Калинина. Операция длится около часа. Уже к вечеру пациент сможет ходить, а через пять дней вернуться домой. В течение месяца наступает полное восстановление. И, как говорят врачи, и новая жизнь. Оперативное лечение – это все-таки достаточно исключительный случай. И лечение сахарного диабета в основном производится нехирургическим путем. Да, безусловно, это правильно. Лечение сахарного диабета в основном состоит из диеты, терапии, и назначения лекарственных препаратов различных, из определенного образа жизни, что на сегодняшний день выходит на первый план. А хирургическое лечение сахарного диабета тоже существует. Оно разрешено Американской диабетической ассоциацией с 2007 года. Американцы первые начали делать операции по поводу сахарного диабета на кишечнике. Можно ли говорить все-таки об излечении? Ну, что я хочу отметить в данном случае, эта операция не показана абсолютно больным сахарным диабетом первого типа. Почему? Потому что по патогенезу, по механизму возникновения сахарного диабета первого типа, эта операция неприемлема для данной группы пациентов. Насколько полно излечиваются больные с сахарным диабетом, это вопрос времени. Мы должны накопить определенный опыт наблюдения за этими больными, чтобы сделать окончательное заключение. Как выяснилось, далеко не все люди, страдающие сахарным диабетом, знают о том, что им полагаются льготные лекарства. Во-первых, всем ли, опять-таки, вот если есть деление на инвалидов и неинвалидов, то всем ли полагаются льготные лекарства? Те пациенты, которые страдают с сахарным диабетом, имеют статус инвалида, они получают лекарственные препараты, независимо от того, какое они заболевание имеют. В случае с сахарным диабетом, безусловно, это основополагающее. Если это сахарный диабет и инсулин потребный, они получают инсулины и сахароснижающие лекарственные препараты. Если сахарный диабет не требует лечения инсулинами, соответственно, лечение только сахароснижающие лекарственные средства. То, что касается пациентов, не имеющих статуса инвалида, они получают у нас лекарственные препараты по заболеванию. Что это означает? Это означает в первую очередь, что пациент после консультации врача-эндокринолога в первую очередь и наблюдения получает рекомендации, как часто он должен контролировать уровень сахара в крови, каким образом должен принимать лекарственные препараты. В данном случае выполняется не весь стандарт оказания помощи, а меры дополнительной помощи, социальной помощи от государства. Я хочу просто привести некоторые цифры. То, что у нас в Самарской области пациенты, страдающие сахарным диабетом, как правило, обеспечиваются инсулинами и лекарственными препаратами, так называемыми сахароснижающими, бесперебойно. Почему? Потому что у нас нет зарегистрированных случаев получения рецепта и приобретения инсулина за собственный счет. Потому что, в принципе, эта ситуация находится на контроле и, как правило, пациенты, страдающие сахарным диабетом, в первую очередь подлежат обеспечению. Но есть некоторые нюансы, связанные с финансовым обеспечением данной проблемы. То есть я хочу подчеркнуть, что на одного федерального льготополучателя или имеющего статус инвалида, государством выделяется 707 рублей ежемесячно. Но, учитывая солидарный принцип с финансированием, то в системе остались, как правило, тяжело больные пациенты. Зачастую они имеют не только заболевания сахарный диабет, но и сопутствующую патологию, бронхиальную астму, онкологические заболевания. То есть в рамках данного финансирования наши лечебные учреждения стараются обеспечить, безусловно, конечно же, в первую очередь этих пациентов. Бывают моменты, когда некоторые сомневаются в том, что недостаточно выделяется средств. Но только вдумайтесь, цифру 707 рублей ежемесячно на одного инвалида и на одного территориального льготника у нас всего 205 рублей ежемесячно. Поэтому в данном случае мы должны понимать о том, что на первое место мы должны ставить в первую очередь здоровый образ жизни, выполнение стопроцентной рекомендации врача-эндокринолога, то есть каким образом необходимо соблюдать режим питания, каким образом необходимо соблюдать физическую нагрузку при заболевании сахарный диабет. Потому что я уверяю вас, что если соблюдать эти постулаты, то, соответственно, инсулинотерапия, сахароснижающие лекарственные препараты будут иметь наибольшую эффективность, потому что это называется комплоентностью в лечении. Но бывают случаи, и Галина Ивановна свидетель в первую очередь этих ситуаций, когда пациенты, принимая во внимание, что сахарный диабет – это образ жизни, находясь на инсулинотерапии, не выполняя рекомендаций, употребляют продукты питания, которые не назначаются доктором, то есть ведут тот образ, который они вели до диагноза сахарный диабет. К сожалению, вот эта ситуация намного как бы серьезнее, печальнее, и вот в данном случае хочется обратиться ко всем телезрителям, чтобы при настороженности, при выявлении диагноза как бы сахарный диабет в первую очередь прислушивались, выполняли рекомендации врача-эндокринолога, потому что это настолько важно, так как увеличение доз инсулинов, ну, я думаю, Галина Ивановна объяснит, с чем связана как бы эта ситуация, не всегда приводит к тому, что пациент компенсирован в своих сахарах. Соответственно, наступает ситуация, что пациент начинает беспокоиться, обращаясь часто в лечебное учреждение за помощью. И, к сожалению, данная ситуация не может купировать те проявления заболевания, то есть те осложнения, которые, как снежный ком, у данного человека формируются. Вот в данном случае хотелось бы обратить на это особое внимание, на выполнение рекомендаций врача и быть, в первую очередь, послушным пациентом, для того, чтобы сохранить свое здоровье, в первую очередь, не сетую на то, что есть инновационные препараты, которые решат психологическую проблему пациента и, соответственно, скомпенсируют его состояние. То есть вот на этом бы хотелось бы остановиться. Лечение больного с сахарным диабетом на 95% зависит от самого пациента. И мы до сведения пациентов это доводим регулярно, ежедневно, при каждом общении. Почему зависит от пациента высокий процент того, насколько он компенсирован? Это связано с тем, что, например, при самом распространенном сахарном диабете второго типа на первый план, в плане лечения выходит, что, во-первых, это диета, во-вторых, это физическая нагрузка, в-третьих, это самоконтроль, и уже на четвертом месте сахароснижающая терапия. К сожалению, пациенты не всегда хотят это понять. Почему? Ну, это связано, конечно, с разными причинами. Безусловно, сложно ежедневно контролировать сахар крови. Безусловно, сложно перестроить свой образ жизни под это заболевание. То есть психологические аспекты, они существуют в плане жизни с сахарным диабетом, особенно в дебюте заболевания. Но, насколько мне известно, существует еще и полный социальный пакет для таких больных. Что он включает в себя? Санаторное лечение, безусловно, существует у любого пациента, страдающего независимо, при наличии инвалидности. Обязательно это должен быть сахарный диабет. Как я уже говорила, что у большинства пациентов, к сожалению, есть сочетанная патология. Не только сахарный диабет, но и онкологические заболевания. Соответственно, эти пациенты имеют право на санаторно-курортное лечение. Но по показаниям. В зависимости от состояния здоровья и компенсации заболевания. А в плане обеспечения лекарственными препаратами еще сопутствующих заболеваний при сахарном диабете, например, такими как бронхиальная астма или артериальная гипертензия, безусловно, часть лекарственных препаратов входит в стандарт лечения сахарного диабета, который необходим для лечения сопутствующей патологии. Но для данного пациента, в первую очередь, пациент должен выбрать приоритетное направление. То есть это, в первую очередь, как правило, выбирается инсулинотерапия, так как это наиболее дорогостоящий метод лечения. Соответственно, наши пациенты получают, в первую очередь, инсулины, соответственно, сахароснижающие лекарственные препараты. И в настоящее время очень часто пациенты обращаются с вопросом возможности самоконтроля и получения тест-полосок к тем глюкометрам, которые они привыкли использовать в домашних условиях. В данном случае законодательство предполагает измерение уровня сахара крови. В течение года, но для кратности измерения, кратность измерения определяется лечащим врачом. То есть не всегда пациент в амбулаторно-поликлинических условиях требуется ежедневное измерение уровня сахара. Соответственно, врач может данного пациента направить либо в лабораторию, где у нас проводят более детальные исследования, либо определить кратность. То есть это решает врач по месту жительства. Ну и в завершении все-таки хочется еще получить какие-то советы. Есть же меры профилактики? Мы, наверное, остановимся на профилактике сахарного диабета второго типа, наиболее распространенного. Если в семье есть отягощенная наследственность по сахарному диабету, то есть родственники, скажем, мама, папа или дяди, тети болели сахарным диабетом, то этим людям нужно, из этой семьи я имею в виду, контролировать сахар крови более часто, чем другим. Это первый момент. Второй момент — это, опять же, здоровый образ жизни. Даже если наследственность существует, она не всегда реализуется. Реализуется она, как правило, тогда, когда человек ведет малоподвижный образ жизни. В данном случае развивается так называемая инсулинорезистентность, при которой ткани человеческого организма нечувствительны к собственному инсулину. Второе — это избыточная масса тела сама по себе. То есть человек, страдающий избыточной массой тела, он должен обращать внимание на цифры сахара гораздо больше, чем то лицо, которое имеет нормальную массу тела. И профилактика сахарного диабета второго типа, она, собственно, сводится к тому, чтобы человек вел здоровый образ жизни, много двигался и имел нормальную массу тела. Более частому скринингу, обследованию также принадлежат лица, которые страдают артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца. У них тоже, к сожалению, сахарный диабет регистрироваться чаще. Это имеется в виду, что больные, имеющие эти заболевания, они должны контролировать сахар крови хотя бы один раз в год. Если мы не имеем никакой наследственности, отягощенной по сахарному диабету, то, в принципе, достаточно контролировать сахар крови один раз в три года. Что касается профилактики сахарного диабета первого типа, то есть сахарного диабета молодых, то, к сожалению, проводимые многочисленные исследования, они проводились в различных странах мира, не указали каких-либо специфических, достоверно подтвержденных мер для профилактики данного заболевания. Хотя рекомендуют тоже беречь детей от вирусных инфекций, потому что, как правило, сахарный диабет первого типа возникает после принесенной какой-то вирусной инфекции. Это кривая краснуха, ветряная оспа, инфекционный паротит. Не рекомендуют вскармливать детей грудного возраста сухими смесями, которые изготовлены на основе коровьего молока. Считается, что в данном случае сахарный диабет может проявиться. Не рекомендуют употреблять нитрозосодержащие продукты, то есть человек должен внимательно читать этикетки тех продуктов, которые он покупает в магазине. То есть вот такие меры. На самом деле ничего такого, что нельзя было бы сделать. Спасибо большое за ответы на вопросы. Первое правило диабета — это здоровый образ жизни, как мы только что выяснили. Да, с этим заболеванием придется жить по-другому, но вы будете четко знать, как. Ведь жизнь каждого человека — это борьба за свои мечты и за свое будущее. Чем больше вы знаете, тем больше у вас возможностей справиться с болезнью. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова